Это программа «Мой район». Насколько понимаю, да, мошенники? Меня развели на протяжении двух с половиной месяцев. Это продолжалось. На протяжении двух с половиной? Да. Мне позвонили, сказали, здравствуйте, такая-то, такая-то, с вами разговаривает такой-то. И я хочу вас предупредить от лица Министерства культуры и так далее, что была взломана база работников культуры, да, там и слиты там 11 человек. Данные их личные, слитые. Вот сейчас проводится расследование. Меня обвинили в том, что с моего какого-то счета была операция произведена в поддержку неких нелюдей из соседнего государства. Я сказала, что это не так, что я не имею к этому отношения. И, ну, это вранье, они сказали, вот это мы и посмотрим. Именно поэтому сейчас идет следствие. Поэтому вы должны во всем сотрудничать с нами и выполнять то, что мы вам будем говорить. Вас будет вести два человека. Это один непосредственно следователь и сотрудник, который будет заниматься финансовой историей. Они очень, ну как, держали в постоянном напряжении, потому что это был тотальный контроль каждую секунду, каждую минуту. Я так предполагаю сейчас уже, что это делали через телефон. А что вы потеряли? Я потеряла жилье, машину. То есть вас заставили переписать квартиру и машину на кого-то? Значит, они сказали, что моя квартира уже продана на стадии оформления сделки. Вам надо совершить сделку на опережение, потому что уже все запущено. И для того, чтобы перекрыть предыдущую сделку, которую оформили уже мошенники, нужно совершить сделку. Обо всем предупрежден Росреестр, Центробанк, МФЦ и то-то-то-то, они говорят все эти аббревиатуры очень умело. И что впоследствии завершения расследования вам даются полные гарантии то, что все это возвращается, и что так как это идет в рамках расследования всей ситуации. Ну, то есть вы что-то подписывали? Вы подписали какие-то? Я подписывала, да. А подписывали вы где? Это онлайн вы подписывали? Нет, они говорили конкретно места, куда ты идешь и что ты делаешь. А вы ни с кем из друзей, родных не поделились этой ситуацией? Не поделилась, потому что мне угрожали с первого дня. Угрожали чем? Тем, что это идет расследование на государственном уровне, и, соответственно, там любое разглашение любой информации, так как все записывается, все мои разговоры, все прослеживается и так далее, то я таким образом подставляю своих родных, своих близких, всех тех, кто есть в моей телефонной книжке. Ну вот вы как актриса можете оценить способности актерские этих людей? Это работали мегапрофессионалы, абсолютно. Я думаю, что это специально обученные люди, возможно, это грамотные психологи. Они, безусловно, подстраиваются под собеседника, начинают понимать психоэмоциональное состояние человека. Еще они вот в этой гонке, 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 быстро, это, то, то. И ты начинаешь уже, естественно, у тебя мозг начинает, ты уже в каждом человеке начинаешь на каждого человека смотреть, как бы, что... Вот это, кстати, да, вот это первый признак. В ком-то ты начинаешь уже видеть какой-то, так, он что-то как-то на меня не так смотрит, сейчас что-то не то. Вот, вот тоже, вот сейчас она сделала вот так вот пальцами, значит, вот это то-то. Значит, то есть они доводят до такой вот, ну как, не паранойи, что ли? В какой момент вы поняли, что вы стали жертвой? Поняла я, к сожалению, это именно в тот момент, когда они сказали, вы стоите или сидите? Я говорю, я стою, а вы присядьте. Ну так вот, помните, вам девушка звонила, представлявшись младшим сотрудником Центробанка, потом вам перезвонил еще один человек, Дмитрий Якоб Александрович, который вас вел на протяжении всего этого времени, всю вашу финансовую историю и так далее. Я говорю, да, ну так вот, это был я, я никакой не Дмитрий, меня зовут Михаил, у нас четверо, мы работаем четвером, просто хочу сказать, что у вас больше ничего нет, вы действительно потеряли все, ну, говорит, немножечко там поработайте, выплатите какие-нибудь, может быть, будете платить кредиты, а потом, говорит, может, места вас какие-нибудь отошлют, а потом и новую жизнь начнете, может быть. После чего, естественно, я была не совсем в меняемом состоянии, потому что они не пожалели даже пожилую маму мою, которая, собственно говоря, после смерти отца, вот, значит, мы жили, да, вместе в одной квартире, вот, и там инвалид, там все дела, вот. Вот, но, к сожалению, у этих мразей нет ничего, извините за грубое слово, нет ничего святого, вот, поэтому сейчас ведется разбирательство. Мне помогают, пытаются помочь, потому что я не, ну, как сказать, зло в таком масштабе не может победить. Ну, вот, серьезно, если, как бы, это не поддается тогда вообще все существование на нашей планете, оно, я тогда не понимаю, как и вообще для чего все это. Уже многие, те, кто знают, что произошло с нами, они уже, ну, человек 7, а то и больше, уже вспоминают эту историю, когда их уже почти развели, они в какой-то момент останавливаются, вспоминая то, что произошло с нами, потому что мы досконально сейчас рассказываем об этом всем, потому что об этом надо кричать. Каждую неделю они придумывают что-то новое. Каждую неделю. Вот буквально вчера мне рассказывали о случае, вот, сейчас очень уже новая история, вот, что разводят от госуслуг якобы, да? От правоохранительных органов, от компаний сотовой связи, от банков, от кого угодно. Вам надо поменять телефон, заканчивается договор какой-то. Я единственное, что поняла, вот мне вчера сказали непосредственно люди, которые тоже, к сожалению, попались, помимо того, что надо звонить обязательно сразу в 112, и потом, даже если вы еще не пострадали, нужно заводить, как писать, заявление обязательно. Потому что если потом те мошенники, которые, как я сейчас уже понимаю, получили доступ к вашим личным данным, если даже они подделывают что-то, то вы никаким вот этим... Себя обезопасили уже тем, что... Себя обезопасить себя тем, потому что это все тогда уже будет читаться, что это не вы, это явно будет мошенничество. Зафиксирован ваш факт обращения в государственные органы. Ну, вы это знаете. Конечно, мы как раз про это и говорим на занятиях, да, что проще положить трубку, перезвонить в банк, допустим, если представляются сотрудником банка. Ну, вот мы знаем, да. То есть мы учим на своих занятиях как раз сохранять хладнокровие. Если приходит смс-ка, «Мама, срочно пришли мне 10 тысяч», ну, ты позвони сыну или дочери, тебе действительно нужны 10 тысяч, а не беги сразу эти деньги перечислить. Это программа «Мой район».